Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. Это мир суперворлдбокса, и таких миров много. Но именно этот мир особенный, ведь в нём живёт человек по имени Эку. И это не простой человек. Эку — это я, а я — это Эку. Друзья, фокусы. Я иду вниз, я иду вверх, я иду влево, я иду вправо. Чёрт возьми, я могу управлять этим отдельно взятым человеком. И сегодня с помощью этого мода мы попробуем что-нибудь интересное устроить. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите поддержать меня и Эку, вы можете это сделать с помощью лайков. Думаю, многие очень давно мечтали о такой способности и возможности прожить жизнь в мире суперворлдбокса. Мод называется RPG-мод, и давайте я покажу некоторые ещё особенности этого мода. Например, я захотел немножечко свежей жареной баранины, но барашек знает, что я за ним веду охоту. Но, барашек, готовься. Я могу стрелять из лука прямо по нему. И по мухам, и по барашку. Барашек, стой! Барашек, стой! Я поохочусь на тебя, а ну-ка стоять! Всё, поймал барашка. Правда, почему-то вся еда, которая из него высыпалась, просто исчезла. Но и этом не ограничиваются способности нашего Эку. Во-первых, он умеет останавливать время вокруг себя. Неплохо. Он умеет пускать фаерболы. Попробую это продемонстрировать. Если где-то, где-то здесь есть хотя бы одна живая душа, я обязательно пущу в неё фаербол. Так, Эку. Что мы будем с тобой делать? Может быть, живая душа есть в другом месте, на другом острове? Оба-на! Муха пытается от меня уплыть. От Эку ещё никто и никогда не уходил. Эку догонит. Эку. Ладно, за мухой слишком долго гоняться. Давайте просто переплывём на другой остров и посмотрим, кто у нас здесь обитает. Возможно, кто-то есть. Так, Эку, давай смотреть. Есть ресурсы, есть камень, муха. Эку. Это старая версия World Box, а на новую версию почему-то поставить мод у меня не получилось. Видимо, они несовместимы. Поэтому... О-хо-хо-хо, жёстко. Да, этот фаербол был жёсткий. Поэтому пришлось играть в старую версию. Давайте, погоди. Волк, Волк, Эку, Эку, бежать, бежать, бежать. Фух, пока я думал, что охочусь на животных, животные охотились на меня. Кое-как с помощью фаерболов мне удалось выжить и отбиться. Так, а если куда-то Эку побежал опять? Стой, стой на месте, Эку. Да, иногда персонаж сходит с ума и просто начинает двигаться сам. Так, что у нас ещё есть? Стрелы одиночные. До этого я пускал сразу кучу стрел. Град стрел, можно сказать. Теперь же я пускаю... Куда ты стреляешь? Почему он не хочет стрелять в муху? Вот, другое дело. Есть куча стрел. Ну и, в общем-то, больше ничего. Выходит, у нас имеется фаербол, стрелы, остановка времени. И всё. Ну, два вида стрел. Окей. И давайте, друзья, мы попробуем создать какое-нибудь поселение. Ну, например, это будет поселение, я не знаю, людей где-нибудь тут. Так. Здесь у нас будут жить люди. Тут у нас будут жить эльфы. Так, побольше эльфов. Ну, а где-то здесь у нас будут жить дварфы. И наш герой по имени Эку попытается захватить один из этих городов, один из этих миров. Только я потерял Эку из виду. А вот он Эку. Не потерял. Так, с этого мы скрыли. Эээ, ещё один человек появился, гном. Ладно. Эээ! Не убивайте Эку! Так, я остановил время. Да, погоди. Да, остановил время. Теперь я могу переключиться на фаербол. И наказать этого несчастного дворфа, который покушается на жизнь Эку. Блин, Эку тоже куда-то выбросило в космос. Эку! Его отбросило. А остановка времени спала. И в итоге дварф сейчас расскажет своим товарищам, что в мире появился бог Эку. Который желает один поработить всех. Так, дварф, ты от меня не уйдёшь. Я ж тебя догоню. Ты можешь бегать на этом острове, прыгать. Но мои стрелы, они жёсткие. Ну, дварф, как тебя зовут? Я не знаю. Если я выберу посмотреть его имя, то я начну им управлять. А мне это неинтересно. Мне интересно именно бегать вот так. За одного конкретно взятого персонажа по имени Эку. Так, где у нас тот островок, где живут люди? Интересно, они примут меня в свою общину или нет? Ладно, мне кажется, проще будет доплыть вот до этого острова. Там немножечко отдохнуть, перевести дух. И плыть уже на остров Нижний, где живут другие люди. Пускай они пока развиваются. Но у меня нет, нет желания с ними воевать. У меня есть желание, ну, подружиться. Кстати, давайте, наверное, друзья, мы знаете, что с вами сделаем? Так, Эку выбрать я почему-то не могу. Так, погоди. Убираем дворфов. Эку, стой. Тебя нужно, наверное, богословить, да? И вот всякими силами наделить, чтобы ты реально был силён. Эку, погоди. Да куда же ты бежишь? Вот тебе божественный свет. Вот тебе благословение. Стой, Эку, блин. Стояй на месте. Да почему его постоянно уносит в сторону, Эку? Он увидел овцу. Он не может стоять на месте, когда видит овцу. Ладно, овца, иди сюда. Давайте перебьём овцу. Ну, реально, у Эка сходят с ума. Вот его дом, в котором он пытался жить до того, как я взял его под контроль. Да, мы и раньше могли управлять каким-то юнитом, например, карабзилой. Но чтобы нам дали возможность управлять именно обычным существом, самым обычным человеком. Но это что-то новенькое. Так, они сейчас либо объявят мне войну, либо примут меня в государство. А они к моему же народу принадлежат. Блин, я мог бы, кстати, королем управлять вот этим. Почему бы и нет? Он же король, да, судя по его внешнему виду. Не, я буду играть за Эку. Всё-таки Эку мой герой. Чё-то они не хотят развиваться, стоят на месте. Взяли в руки мечи. Кто-то, конечно, бегает, но большинство просто стоит. Ладно, а если я прыгну в костёр, чё-то будет? Не, ничего не будет. Кстати, Эку уже посидел. Блин, Эку седой. Он мудрый, много всего повидал. И у него мало дэмоджи. Ладно, погнали воевать. Из последних сил мы должны уничтожить эльфов. Так, у эльфов тоже поотрастали уже бороды. Так, Эку, не бойся. Я вместе с тобой. Мы победим их. Война с эльфами началась. Так, эльфы пытаются прятаться в шахтах. Кто нападёт на меня? Пока все боятся. Ха, они, видимо, не объявили войну людям. Я могу безнаказанно бегать здесь и всех расстреливать. Чё-то как-то даже и не знаю. Как-то некрасиво. А-а-а-а. Было остановлено время. Способность была активирована всё это время. Ладно, фаерболы. Блин, Эку опять выбросило в море. Погоди, Эку. Ну, сейчас-то уж точно эльфы должны на меня обозлиться. Потому что я всё-таки стреляю в них фаерболами. В их эльфийских детей. В стариков, в дома. Всё сжигаю здесь. О-о-о. Люди, люди пришли. Ха-ха. Блин, Эку, 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 Эку. Так, будем из воды отстреливаться. Здесь до нас огонь не достанет. Можно реально спокойно отстреливаться из воды. Эльфы. Блин, я развязал войну между людьми и эльфами. А меня самого-то никто и не трогает. Блин, меня отбросило опять. Ладно, погнали наводить суету, может быть, к дварфам. Где у нас там дварфы? На другом конце света. Не знаю, получится ли вообще до них доплыть. Давайте попробуем. Интересно, можно ли управлять кем-то помимо людей. Например, медведем, волком или драконом. Тоже было бы очень интересно, но пока мы играем за Эку. Эку побежали. Здесь наша работа выполнена. Можно двигаться вперёд. Точнее, наверх. А ещё было бы круто с подобным модом поиграть, ну, не знаю, например, в мире метро. Да, это было бы действительно здорово. Но, наверное, мир метро сейчас несовместим. Из-за того, что разные версии, там разные существа, разные постройки с этим миром. Дварфы начинают завоёвывать новые земли. Нифига себе. Нифига себе. У нас тут вообще-то морские котики уже идут в атаку. Пиу-пиу-пиу. Такс. Ну, они загрятся на меня, я надеюсь. Меня никто не трогает. Почему Эку на нас никто не нападает? Неужто Эку реально признали истинным богом, и никто его не трогает? Только огонь может навредить Эку и живые существа. Это забавно. Пиу. Не, серьёзно, никак. Ни в какую. Я могу всё тут уничтожить, и мне за это ничего не будет. Ладно, а если я переключусь, например, вот на этого дварфа по имени Берпатила? И начну нападать на своих же. Ничего. Так, что у нас вообще по войне идёт? Происходит. Так, с королевства. Мир. Воюют они с эльфами. То есть с эльфами мы бы смогли повоевать. Но это как бы немного не то. Ха, а эльфы так-то уже восстановились. Ладно, давайте перейдём к каким-нибудь другим существам. Выберем для этого волки. Появились очень много волков, не хочу. Выберем для этого вот этот отдельно взятый остров. И посмотрим, что здесь вообще можно будет сделать. Ну, например, я хочу поиграть за медведя. Стой. Я могу играть за медведя! Ха-ха-ха! Я теперь медведь, офигеть! Так, Мишаня, давай-ка мы с тобой поплывём. Блин, медведь очень медленно плавает. Практически не плывёт. Я не знаю, получится ли использовать фаерболы, играя за медведя. Вы когда-нибудь видели, чтобы медведь пересекал мировой океан и плыл с острова на остров, чтобы просто истребить волчью заразу. И куриную тоже. Медведь умеет пускать фаерболы. Как тебе такое? Как тебе такое, медведь, который умеет пускать фаерболы? И стрелять стрелами? Кстати, на овец он не агрится. А, нет, агрится. На овец тоже. Блин, странный мод, что он позволяет творить такие странные вещи. Хорошо, теперь я хочу быть драконом. Стой, 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 стой. Стой, дракон. Всё, я дракон. Я великий дракон. Да погоди, погоди, не зажигай тут всё. Как его глючит? Когда он летит вправо, он постоянно использует огонь. Но теперь вроде бы всё нормализовалось, и я просто летаю, я просто дракон, который умеет стрелять стрелами. И всё сжигать. Не, дружище, спать не нужно, блин. Чё-то его глючит. Не спи, фаерболы. Дракон должен пускать фаерболы. Просто истребляем всё, жёстко и быстро. Дракон стал ещё сильнее, чем был раньше. Стирает просто всё на своём пути. Город уничтожен, и у людей не было ни единого шанса на спасение. Ну, забавно. Как минимум забавно. Тут идёт война с людьми. Люди пытались забрать последний участок невыжженной земли, но у них ничего не получилось. Ну ладно, теперь я хочу быть пришельцем. Очень быстро двигается. О, а когда я взял пришельцев под контроль, они стали медленнее двигаться. Ну, в целом, тоже нормально. Так, куда корабль плывёт? Стоять. Неплохо. Дворфы, как у вас настроение? Ладно, кем бы ещё можно было бы поиграть? Понятное дело, что летающей тарелкой быть прикольно. Но она порой медленно просто двигается. Я не знаю почему. Вообще, видите, еле движется. А иногда даже застревать умудряется. Между деревьев. Несмотря на то, что это летающая тарелка. И она не должна застревать между деревьев. Так, ладно. Пиранья, конечно же, и за пиранью хочется попробовать. Мир. Ну, пиранья уже движется гораздо быстрее. Вот, мы можем её наблюдать. Она реально плывёт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А вот за пиранью. За пиранью обидно. Вы чё? Как вы можете охотиться с луками на пиранью целым войском? Это же просто жёстко. Палец бога. А палец бога выделить нельзя. Поэтому придётся его стирать. Блин. А я хотел его именно выделить. Да, где эта стёрка? Каждый раз её теряю. Всё уничтожил. Палец бога в том числе. Так. Блин, было бы круто управлять, например, не знаю, ядерной бомбой. Или царь-бомбой. Или чем-то в этом духе тоже были бы новые впечатления. Очень крутые. Но пока я хочу снеговиком побыть. Я теперь снеговик. Мне нужен остров. Остров юнитов. Так я буду его называть. И теперь я реально снеговик. Ааа. А по воде бегать нельзя. Как бы лёд образовывается, но слишком медленно. И делать этого не стоит. Хотя. Если я вот так сделаю. Не, он проваливается под лёд. Вода замерзает недостаточно сильно. А он проваливается. Слишком тяжёлый. То есть заморозить мировой океан не получится. Но если я буду играть за Ходока. Которого зовут Эртем. Вот он как раз таки уже это сможет сделать. Заморозить всё вокруг. Ааа. Нет. Глубокие воды он не замораживает. Очень грустно. Только мелководье получается заморозить. Но тем не менее мы здесь. И это. На секундочку. Ходок. Ой, 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 ой. Медведь, медведь, медведь. Ходок, который умеет пускать фаерболы. Ха. Да, это несомместимые вещи. Но это работает. Вот так. Бедная овечка, иди сюда. Ай-яй-яй-яй. Блин, круто. Королём крыс может быть побыть какое-то время. А люди, между прочим, выжили. И я не думал, что способности человека будут настолько мощными. Я думал, что Эка должен будет преодолевать какие-нибудь испытания на своём пути. Ему будет приходиться не сладко. На него постоянно будут нападать. Но Эка безнаказанно бегал просто с точки на точку и никого не боялся. Немного странно. Немного непонятно. А что если побыть котиком? Ну на котика ведь тоже никто не будет нападать. Сто процентов. Кстати, в этом мире всё это время не было... Прикиньте, это дьявольский котик. Как бы они его гладят, они его трогают. А потом котик такой, типа, раз. Время остановил. Такой раз. И начинает просто обстреливать и спасти детей. Ха! Блин, правда не попадает. Лучше стрелять сразу большим массивом стрел. Тогда в этом есть смысл. Ладно, отключаем. Остановку времени. Блин, я думал, они уже на котика пытаются нападать. Ладно, котик, давай мы разрешим эту ситуацию с тобой вместе. Истребим просто тут всех дварфов, всех эльфов и вообще всех людей на планете. Дьявольский... А он стреляет в дьявольского кота! Ты чё посмел сделать-то? Жесть, он убил дьявольского мега-кота! Я до кора. А почему он такой сильный? Я его даже не задамажил толком. Блин, я не понял. А если... Мега-зомби, сдох мгновенно. Чё-то эльфы какие-то агрессивные, на всех нападают, всех не любят. Но медведь-то, медведь-то, медведь-то так быстро не погибнет. Ооо, никто не подойдёт ко мне! Теперь медведь-зол. Возможно, урон от стрел зависит от базового урона персонажа, того или иного. У котика маленький дэмэдж, поэтому и стрелы дэмажили слабо. Хотя, медведя тоже не сказать, что прямо жёстко, потому что вот этот король с луком... Ему плевать. Блин, волчара, на что он надеялся? Откуда он прибежал? И зачем он вообще пытался грызть медведя? Ну, это было бы глупо. Так, а где этот король бегает? Сколько у него хп? Да его не задамажил даже толком. Ладно, переходим на тяжёлую артиллерию фаерболы. Они-то уж должны нормально дамажить, я думаю. Раз дьявольские звери, то должно быть всё по-дьявольски. Не, жалкие эльфята, вы не разбежите. Не разбежитесь от меня, вы все сгорите в адском пламени медвежьем. Вроде всех перебил, сколько хп. Ну, немножко потерял, у меня поломанные кости. Но эльфы от меня не уйдут. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прям мини-ядерные взрывы происходят при использовании фаербола. Ну и лучше всех себя чувствуют дварфы. Они пытались нападать на эльфов, конечно, но благодаря адским животным у них ничего не вышло. Очень даже как-то и обидно. Но опять же, дварфы, смотрите, друзья, они первыми проявили агрессию, несмотря на то, что у них была самая маленькая земля. У них была возможность... Хотя наоборот, то, что земля была маленькой, как раз-таки и сподвигло их захватывать территорию эльфов. Ведь им нужно пространство. Но они могли вот этот остров просто завоевать спокойно, при этом не теряя юнитов. А я ведь могу еще и кораблем управлять. А я ведь могу еще и кораблем управлять. Интересно, как далеко можно уплыть? Нет, сюда уплыть нельзя. Прикольно. Когда я упираюсь в край мира, облака останавливаются. Прикольно. Теперь, друзья, что мы можем делать? Создавать линкоры. Становимся боком и начинаем просто обстреливать города дварфов. Это реально линейный корабль с огромным количеством пушек. Правда, нужно... Да. Знаете, что со мной случилось? Я выплыл на берег. Не знал, что такое возможно. Когда корабль выплывает на берег, он разрушается. Вот так. Пдвж. Ха. Реально. Реально что-то новенькое. А если взять муху? Ну, мухой, наверное, не получится управлять. Получится управлять мухой. Слишком медленно. Не нравится мне. Ходячее дерево. Тоже вариант. Я энд. Вы будете считаться с моей силой новообретенной. Ладно, тоже себе фея. Супербыстрая. Вот что мне нравится феи. Она супербыстрая. И у нее супермного вообще всяких навыков. Она неэлектризованная. Она невесомая. Она бессмертная. Она невосприимчивая. Аура исцеления и мирная. Ну, мирная она была раньше. До того, как попала в руки ко мне. Неблагодарные жители планеты заплатят за то, что не уважали фею и не воспринимали ее всерьез. В том числе дварфы. А они уже заплатили за свою ошибку. Блин, было бы круто, если бы у каждого персонажа, у каждого юнита, за которого ты играешь, были бы какие-то свои уникальные особенности, которых нет ни у кого другого. Чтобы дракон умел стрелять только пламенем, фея умела только лечить, а человек, дварф, орк или эльф мог махать мечом. Вот это было бы здорово. А дварфам все не имется. А, ну да, у них как бы города уничтожены. Понятное дело, что им не имется. Они хотят познакомиться с эльфикой поближе. А она взорвалась. Походу, сам себя уничтожил, запуская фаерболы один за одним. Даже как-то немного и обидно вышло. Но, почему нет? Почему бы и нет? Ну и ладно, друзья. На этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Вот такой вот мод, довольно веселый. Думаю, с ним можно было бы что-то придумать. Ну, в общем, пишите в комментах, что именно. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи и пока. Счастья вам!